ЗАПОВЕДНИК Итак, сегодня 19 июля. Утренний туман стерется над древними уральскими горами. Они значительно ниже, чем Анды или Гималайи, но зато почти в 10 раз старше. Уральские горы сформировались около 280 миллионов лет назад. Многотысячными вершинами они не поражают, зато уникальны, потрясающие по красоте природа и сокровища нетр. Здесь, среди покрытых вековыми лесами гор, затерянный Эльменский заповедник и национальный парк Таганай. Альфа и Омега бесконечно разнообразной и неповторимой природы Южного Урала. Пока июльское солнце не раскалило воздух, группа научных сотрудников парка Таганай спешит покинуть центральную усадьбу. День предстоит непростой. Впереди обход национального парка через все климатические зоны Южного Урала до вершины хребта Большой Таганай. Туда, где обдуваемая всеми ветрами стоит старейшая и самая высокая уральская метеостанция. Олег, ты после дождей проезжал, там нет? Через тещин язык. Ну, через осиный ливень был. Не ездили. Пройдем. Пройдем. Марина Сергеевна, надо будет сейчас тогда фотоловушку одну снять и вторую поставим тогда. Да, потом на берлогу заедем. Мне там еще надо следы посмотреть. И по пути у меня там земляничная делянка, орхидеи, посчитаем. Ну, на весь день у нас практически. Поехали, что. Крупные животные Таганая, лось, кабан, медведь, мигрируют и время от времени покидают территорию парка. Уходят на неохраняемые земли, туда, где им грозит пуля охотника. Поэтому сотрудники делают все возможное, чтобы сохранить популяцию этих животных на своей территории. Каждый зверь на счету, поэтому здесь регулярно проводят учет, следят за соотношением различных видов, чтобы один не вытеснил другой. Естественного регулятора численности волка здесь нет. Раньше в плановый обход собирались как в настоящую экспедицию. Это и в самом деле было серьезное путешествие, которое длилось неделями. Сейчас все прозаичнее. Зимой снегоболотоходы, а летом мотовездеходы экономят сотрудникам парка время и силы. Правда, вернуться обратно на базу в тот же день все равно невозможно. Это утро в Эльменском заповеднике для геологов особенное. Долгие месяцы они работали в лаборатории, и вот пришло время первых полевых исследований на старейших горных выработках. Эльменский государственный заповедник. Единственный в мире минералогический. Здесь охраняют и исследуют зелено-голубые аквамарины, синие сапфиры, красные гранаты, гиацинты, фенокиты, топазы и еще более двухсот минералов. Эльменские горы признаны уникальным геологическим местом на Земле и до сих пор малоизученным. Ну что, инструмент мы весь взяли. Сегодня будем зачищать северный контакт, на ИСА почистим. Хорошо. Ну а потом центр жилы, наверное, и берилы найдем. Хорошие образцы для музея. Будем надеяться. На Земле насчитывается около пяти тысяч минералов. И это далеко не предел. Совершенствуются инструменты, ученые все глубже проникают в тонкости кристаллической решетки. Ведь зачастую дешевле и быстрее получить минерал искусственно, нежели искать его в природе и потом с великими затратами добывать. Но чтобы вырастить минерал в лабораторных условиях, необходим, как говорят геологи, в качестве затравки хорошо изученный природный минерал. Если Урал сокровищница России, то Эльмены самая богатая ее шкатулка. На территории Эльменского заповедника свыше 400 копий, в которых добывали самоцветы с конца XVIII века. В этих небольших горных выработках иногда встречается до 50 минералов одновременно. Вот уже более 90 лет добыча самоцветов разрешена только в научных целях. Научная экспедиция геологов добралась до Копи, так называют место добычи минералов. Эта копь богата кристаллами берилла, более известного как аквамарин. Когда-то он был интересен только ювелирам и женщинам. С наступлением эры освоения космоса берилловая руда стала невероятно востребована. Изучение ее свойств в заповеднике помогает искать новые месторождения как в России, так и по всему миру. Ой, Коля, вот посмотри, мы скрыли западный контакт, да? Вот, прошли графическую часть, блочную. Вообще, я считаю, что если бы взять вот этот штуф максимального размера, это был бы отличный образец для музея. Но чтобы вы все... Надо начинать вот отсюда. Да. Все-таки. То есть разберем, посмотрим. Может быть там что-то есть, а это пока не трогаем. Если ничего нет, тогда оттуда уже сюда подойдем. Я хочу посмотреть еще. Всемирная слава ильвенских гор с их несметными богатствами началась с удивительной находки. Камня, который, как писали о нем в 18 веке, светится точно кусок голубого неба. Казак Чебарковской крепости, прутов, ни имени, отчества мы не знаем, нашел около дороги из МИАСа Чебаркуль первый топаз. Недалеко от дороги, может быть, метров 40, на пригорочке, якобы ни с того ни с сего начал копать. Ну вот нашел прозрачный кристалл, оказался топазом бесцветный. Для меня вообще характерны бесцветные топазы. Летко встречаются чуть голубоватые, желтоватые. Но в то время топазы в России вообще не были известны, как сырье. И начался бум, образно говоря. Вот она, та самая знаменитая прутовская копь, поросшая мхом, историями и легендами. Сколько драгоценных камней здесь добыто, не счастье. Но и сегодня по краям копи блестят самоцветы. В конце 18 века, когда весь мир узнал об Уральском острове сокровищ, началась настоящая самоцветная лихорадка. Вес удачных находок порой достигал нескольких килограммов. Ильмены считаются удивительным местом на Земле. Несмотря на то, что они занимают такую небольшую территорию, но природой собрано огромное разнообразие. На сегодняшний день известно 279 минералов, открытых в Ильменах, и 72 горные породы. Из них 18 минералов, впервые в мире, открыты именно в Ильменских горах. Редчайший минерал корунт незаменим в самолетостроении. Долгие годы его добывали только в одном месте на Земле, на Шри-Ланке. Благодаря нашим ученым, еще одно крупное месторождение корунта открыли именно здесь, на Урале. Из-за нескончаемой охоты за драгоценными камнями щедрой уральской кладовой грозило полное разорение. Именно поэтому в 1920 году часть Ильменского хребта объявили национальным достоянием, первым и единственным в мире минералогическим заповедником, созданным для охраны и изучения недр Земли. Экспедиция к 10 утра въехала вглубь национального парка. Заканчиваются туристические тропы и начинается закрытая заповедная территория, где в непроходимой чаще живут крупные дикие животные. На границе одно из чудес Таганая большая каменная река. Горы были чуть выше, порядка около 5000 метров. И когда ледники сходили, то они сдирали верхушки гор. То есть вот эти камни, они постепенно выполаживались в понижение рельефа и окатывались. То есть здесь, конечно, присутствует не только, скажем, движение ледника, но еще и талые воды. Каменная река протянулась на 6 километров между хребтами. Ее ширина местами достигает 700 метров. Дно сложено из огромных глыб весом до 10 тонн. Как будто бы какая-то неведомая сила вспахала горный рельеф. Поистине фантастическое зрелище. Вместо воды искрится авантюрин. Камень любви. Пчелки, давайте, давайте, поехали. Вам еще дорога дальняя предстоит. Тем временем на Эльменской Капи ученые обнаружили драгоценные кристаллы берила. О, вот это кристалл. Смотрите. Так, у нас водичка где-то есть, да? Смотри, вот там еще кристалл. Прозрачный? Да, так он тут тройник или все. Смотри. В мире существует около 10 разновидностей берила. Камни желтого и бежевого цвета не имеют большой ценности. И только самые редкие прозрачные на вес золота. В данном случае мы нашли аквамарин. Аквамарин переводится цвет морской воды. Потому что он имеет нежно-голубоватый, зеленоватый, нежный такой цвет. И, конечно же, он прозрачный. И если обычные бериллы используют для получения бериллия, то, конечно же, аквамарин – это драгоценный ювелирный камень. Используется он в украшениях. И вот известности слабо Эльменским горам он принес наравне с топазами. Аквамарин. Новые месторождения стратегически важного берилла во всем мире приходится искать с большими затратами. В заповеднике геологи исследуют тонкие взаимосвязи берилла с другими минералами. На основе этих данных в будущем горняки по сопутствующим минералам смогут без труда находить богатые месторождения берилловых руд. Нашим ученым осталось отделить крупные куски жилы с ценными кристаллами от основного массива, а дальше долгая работа с полученным материалом в лаборатории. Геологи исследуют химический состав берилла и последовательность его образования. И это только начало большой научной программы. Экспедиция добралась до западного склона вершины Дальний Таганай. Здесь ученые ведут наблюдение за популяцией и поведением животных. В последнее время в парке произошла настоящая вспышка численности лосей, кабанов, зайцев и даже медведей. Ее последствия и причины еще предстоит изучить. Возможно, не последнюю роль играет то, что ученые создают благоприятные условия для жизни животных в парке. Олег, соль берись. Понял. Устройство солонцов восполняет недостаток солей натрия и кальция, а также микроэлементов в питании косуль, кабанов и даже зайцев. Кроме того, соль предотвращает многие заболевания. Солонцы делают территорию парка привлекательной для животных и удерживают их от перехода на сопредельные территории. Во многом благодаря солонцам численность лосей в Таганай достигла 100 особей. Ну, подходил. Сегодня был. Да. Марина Сергеевна, дайте посмотрим. У нас соли баловато осталось. С утра были. Сейчас к вечеру обратно придут. Сейчас я скажу, кто был. Смотрю, как у тебя там. Кто подходил, кто нет. По следам подходили. Если не будет хватать корма, животные начнут массово обгладывать кору деревьев. Это губительно для всей природы парка. Если ухудшится среда обитания, животные покинут эти места. Поэтому так важно вести учет популяции всех видов, следить за тем, чтобы баланс между ними сохранялся. Например, если резко увеличится численность кабанов, то они станут объедать лосей. Зайцы и косули тоже конкурируют друг с другом. Нужно вовремя отслеживать малейшие изменения в численности, чтобы один вид не вытеснил другой. На этом солонце сотрудники национального парка недавно установили видеоловушку. Это лучшее подспорье в учете животных. Вот без 10-11 лосишки, приблизительно где-то 4-5 лет. Раз, два, три, четыре отростка. Хороший лос. Хороший, с охватой. Ну ладно, вечерком глянем, там уже все просмотрим. Много фотографий здесь. Смешанный лес переходит в хвойный и разбивается огромными каменными россыпями. На Таганай мощная техника далеко не всемогущая. Есть уголки, где даже самый современный транспорт не пройдет. Именно в этих труднодоступных местах живут рыси, куницы и медведи. Недавно замдиректора по науке Марина Середа в плановом обходе обнаружила новую берлогу. О, пришли. Вижу, вижу. Опа. Аккуратненько вот здесь. Проходим. Ну вот, Паш. Ай-да, ай-да, ай-да. Вот она, вот она, вот она. Муравейник был? Да был муравейник. Вот он тут решил себе лёжечку сделать. Ну что, свеженький прикоп-то? По каким-то причинам медведь ушёл, не закончив обустройство берлоги. Рядом на дереве оставил задиры. По ним Марина Середа легко может определить, насколько велик был этот хозяин леса. Давай, давай, вместо медведя вставай. Сколько у тебя? Не, маловатый. Судя по тому, если он был пистуном, считай, вырос на голову. Ну не на голову, считай, на полголовы. Таганайские медведи никогда не отличались крупными габаритами. Обитает их в парке немного. 30 особей. Но в пищевой цепочке каждый из них играет заметную роль. Летом мишки питаются ягодами и сочным разнотравьем, мигрируя на вершины и обратно, разносят семена растений. Таким образом они регулируют растительную жизнь национального парка. Эльменский заповедник находится ниже Таганая, на стыке гор и степей. Этот контраст и стал причиной природного разнообразия на сравнительно небольшой территории в 303 квадратных километра. Заповедник окружен населенными пунктами и озерами, которых здесь три десятка. В середине прошлого века ученые провели здесь неудачный эксперимент. На территории Эльменского заповедника они выпустили американскую норку. А как результат пропала ее родственница, норка европейская. Гости оказалось проворнее, сильнее и агрессивнее. Численность американской норки увеличилась в геометрической прогрессии. И в итоге она окончательно выжила коренную жительницу этих мест. Сейчас все озера заповедника активно заселились американской норкой. Европейская норка повсюду исчезла. Последний раз мы смогли найти, отловить европейскую норку в Челябинской области, в горно-заводском зоне, в Садскимском районе. Это было 9 лет назад. С тех пор наши поиски ни к чему не приводят. Европейской норки нет нигде. Везде американская норка. С появлением американской норки никому нет покоя. Из-за нее практически исчез горностай. Она разоряет птичьи гнезда. Нападает на домашнюю птицу в соседних селах. Теперь в Эльменском заповеднике пытаются исправить ошибку полувековой давности. В местном питомнике активно разводят европейскую норку и мечтают вернуть ее в дикую природу, чтобы восстановить утраченный баланс. К вечеру экспедиция добралась до вершины Дальней Таганай. Здесь заканчиваются леса и начинается реликтовая тундра. Одинокий домик на склоне холма – это самый высотный кордон национального парка. Его двери всегда открыты для путешественников. Только здесь можно укрыться от снежных бурь и сильнейших ветров. Службу на вершине несет Юрий Шестаков. Его задача – обнаружение очагов лесных пожаров. Он всегда рад, когда гости нарушают его добровольное отшельничество. В кузовах самое необходимое – бензин и продукты. Здесь, в тундре, ничего нет. Электричество только от генератора, ключевая вода в получасе пешего пути. Но есть то, что дает силы не замечать трудности. То, что притягивает людей в эти края. У меня была язва. Водителем работал язва. Сюда пришел, я забыл про нее. Вот сейчас вот четвертый год, я забыл про нее. Что это такое? Вода ключевая, чистая, не водопроводная, с этими, с химией, с примесями, со всеми. Воздух. Те же вот ягоды – брусника, голубика. Спокойно, не волнуешься, не расстраиваешься. В течение 70 лет здесь, на вершине, располагалась старейшая и самая высокая метеостанция на всем Урале. В 2005-м ее закрыли по причине трудодоступности. Теперь о прогнозах погоды. Здесь напоминают только оставшиеся ветродуи и вот эти причудливые железные конструкции. Самый высотный кордон Таганая – стратегически важный пункт. Обзор почти на 360 градусов – отличная подмога в предотвращении пожаров. Кроме того, только отсюда можно связаться с труднодоступными уголками, куда уходят в походы ученые и туристы. Ночь сотрудники Таганая проведут на кордоне. Завтра снова в путь – исследовать другие участки парка, пополнять солонцы и проверять видеоловушки. Вот, смотри, у нее один лось идет. Вон один. Вот, раз, два, три. Да, три, вот, ага. Три штуки. Там тоже сахар. За раз. Да, и все самцы, все, все самцы. А в лаборатории Эльменского минералогического заповедника трудовой день еще не закончился. Ученые, увлеченные, следуют обнаруженные сегодня образцы минералов берилла. Знаешь, что интересно? В берилле включение биотита, очень мелкая присыпочка, такая идет по зоне роста. Удивительная вещь. Давно такого не видел. Коллега Турсуна Нишанбаева, Николай Брагин, собирается домой. А ученый остается в лаборатории до глубокой ночи разбирать на молекулы кристаллы берила, исследовать его физические и химические свойства. В будущем одно из этих свойств может быть востребовано в производстве новых материалов. Ну а если удастся вырастить этот стратегически важный минерал искусственно, то технический прогресс сделает еще один шаг вперед. Ночь спускается на древнюю землю Таганая. Мерцание ельменских самоцветов сменяется сиянием звезд на небе. Еще один день ушел в прошлое. Стал историей, записью в трудах ученых, страницей в летописи природы. Природы Южного Урала, где время словно остановилось, чтобы несметные сокровища недр и величественные ландшафты сохранились в своей первозданной красоте. Редактор субтитров А.Семкин